Уланьи гон Я рядом с одним из них В этом самце великолепно всё Ему 5 или 6 лет, расцвет сил Крупный, матерый самец Мы ни за что в него не выстрелим Скрытые в течение года, теперь они — дирижеры оркестра, вызывающего у меня мурашки Пора приблизиться к этим геральдическим зверям Я должен использовать очень редкую возможность и оценить состояние и генетику племенного поголовья Под это дерево Эти звери — не только моё увлечение, но и пропитание Самец прямо перед нами Не старый, 2-3 года, но его левый рог сильно тоньше правого А такая генетика нам не нужна Чтобы я смог полностью сосредоточиться, я взял с собой охотника и своего друга Кристиана де Вульфа Очень тонкий, можно отбраковать Мне нужны широкие рога Мне неинтересно его убивать, но ради генетики мы должны отбраковывать самцов Он подходит Попробуем добыть Не знаю как Там ходит самка, и эта самка может встревожить всех В идеале Он уходит направо Он прекрасен, пусть идёт Надеюсь, мы найдём его метров через 50 в кустах Он возвращается назад Начинаем Начинаем Он так и напрашивается на то, чтобы мы его добыли Он идёт к нам Он убежал Нужно использовать внезапные возможности Это была подходящей, но есть золотое правило Подстраховка Нужно знать, что позади самца перед выстрелом Он убежал, и мы не смогли Правило для меня Всегда нужно знать, что позади самца, в которого стреляешь Позор, что он убежал Прицел был идеально выверен Продолжай улыбаться Он вон там Это моя последняя охота в период гона Формальных запретов нет Их диктуют мать природа и дикие лани И я должен стрелять при первой возможности В том числе для поставки оленины в ресторан Самое традиционное блюдо в ресторане Вудсмен Лань Веллингтона Названное в честь Железного герцога Это блюдо для героя Сочный филей, начинённый грибным дюкселем В хрустящей выпечке Мы готовим его Спрыскивая филей сливочным маслом И приправляя травами и свежим тимьяном Затем изнутри намазываем грибным дюкселем Кислый блин Скатываем его, отрезаем лишнее И смазываем яичным желтком И заворачиваем в слоёное тесто Ещё раз глазируем желтком И накладываем решётку из теста Снова глазируем И ставим точки свежими листьями тимьяна Запекаем до золотисто-коричневого цвета И подаём с пурпурным брокколи Мясной подливкой и натертым трюфелем Героизм У Ланей начался огон И я охочусь на них в английском лесу Вместе со своим другом Кристианом Начало гона называется «лек» Красивое слово на староанглийском Используемое только охотниками Самцы всех возрастов Собираются небольшими группами В определённых местах И выясняют отношения Матёрые самцы год за годом Возвращаются в эти места Чтобы сцепиться друг с другом Рогами за право на спаривание С гаремом самок Какой огромный Впереди, в сорока метрах от нас Самый крупный матёрый самец Что я видел в жизни Совершенно потрясающий Этих самцов вполне могли зачать здесь же Возможно, их предков тоже зачали Именно здесь Давным-давно Англия была провинцией Римской империи Её наследие наполняет меня гордостью Я потрясён Для меня это честь увидеть что-то подобное Очень близко Очень У меня нет слов Что сказать, когда видишь такое Я очень доволен Радостно видеть таких животных Качественная, великолепная генетика А когда у них здесь такая генетика В них нельзя стрелять Они должны размножаться Доправит он долго Я держу у себя кур разных пород, но все они староанглийские Немного есть, немного есть Я люблю своих кур Я хочу приготовить яйца по средневековому рецепту Когда ещё не было холодильников, их хранили вот так Куры не несли яиц зимой Раньше, чтобы хранить яйца зимой, люди их мариновали Я их приподнимаю, чтобы смягчить удар Они часто трескаются, но это не мешает их сварить Я вливаю пару бутылок яблочного уксуса Классического британского яблочного уксуса Чуть меньше литра А сахарная пудра его смягчит Я добавлю специи Раньше ими наверняка были бы мускатный орех и чёрный перец Я добавлю чёрный перец, сычуаньский перец, красный перец, розовый перец, зелёный Шафран придаст приятный цвет Чили и палочку корицы, чтобы придать остроты Затем травы Побеги розмарина Наш маринад готов Подогревайте, пока не растворится сахар И попробуйте Терпкий и острый, но не слишком Шикарно Кладём яйца в ледяную воду, чтобы прекратить процесс варки Это нужно сделать через 9 минут Я люблю чистить и мариновать яйца Весной и зимой мои девочки несут их ежедневно И я очень рад, что сохраню их на следующую зиму Этот средневековый способ усиливает аромат, скажем честно, простых яиц Кладём сюда У меня есть розмарин Я положил последние яйца и заливаю их уксусом до самого верха банки Выглядит очень вкусно Закрываю крышку Я промыл банку кипятком, она стерильная Пару раз переверну Получилась банка с шикарными маринованными яйцами Вот так мы едим и живём Меня всегда восхищало то, что люди делают с продуктами Сегодня жизнь очень комфортна Не нужно мариновать яйца, их можно купить в магазине Но раньше, когда яиц в магазине не было, их консервировали, если они у вас были Не забывайте о таких способах Я призываю вас попробовать замариновать яйца дома У меня хорошее предчувствие Отлично Я хочу приготовить язык лани по старинке Сегодня в меню годовалые и более старые самцы Я буду медленно жарить язык, заглазирую его И на полдник у нас будет жареный язык с маринованными яйцами Отлично, отлично Он за деревьями Приготовься Тот, что справа, хуже Отлично Отлично Ты молодец Их было двое? Да И они залегли в ежевике Да, под кустами Верно Прекрасный меткий выстрел Хорошее подспорье Ты меня понял? Точно в шею Да, прямо над Насколько точно? Сейчас узнаю Собаки его нашли Они тоже молодцы, правда? Я очень доволен Они непослушные Не дождались сигнала Они не должны были убегать Но у них было три дня огорчений Я охочусь на самцов лани Но у них гон И это моя последняя охота до его окончания Мы с Кристианом должны отбраковать не меньше двух самцов И снабдить мой ресторан олениной Он убит Отлично Молодец На этой территории слишком много оленей И мы должны некоторых убивать Я рад, что ты попал ему прямо в шею Под адамовым яблоком Блестящий меткий выстрел Из хорошего ружья Ружье, патроны и оптика Меткий выстрел вверх со скоростью 120 метров в секунду Стащим его вниз и займемся им Этот лес тянется больше, чем на полтора километра И заканчивается на крутом берегу В нем есть плато Мы можем убить годовалого Мы его видели Или старого самца Охота в лесу — тяжелое дело На открытом пространстве оленей видно Можно придумать план, пользуясь этим преимуществом Типичный английский лес А это ветки ясеня Здесь половина деревьев — ясени Старые добрые английские деревья Из них делали луки Из них делают мебель Беда в том, что эти ясени больны и умирают На всех других деревьях есть листья Но не на ясенях Они умирают Ужасный позор, но они больше не растут Ветки ясеней становятся хрупкими и падают Так не должно быть Вижу его Он идет вон туда Если мы выйдем на ту тропинку и пойдем по ней, он может ее пересечь Пойдем Взял на прицел Молодец Отлично Блеск Как раз то, чего я хотел Отъевшееся молодое животное Он чего-то искал, а мы воспользовались возможностью Мы закончили На сегодня все Ладно, отлично Это языки Помнишь убитых тобой самцов? Это языки тех самцов Они похожи на человеческие Их вырезают и на 3-4 дня помещают в ведро с соленой водой Она их очищает Они побывали в рассоле и очистились Я кладу их в пакет Кладу в него побег розмарина, сорванный в саду Добавляю цедру лимона И молотый перец Соль не нужна, потому что они соленые Соленые Да, оливковое масло Сбрызнул И буквально капля воды Все Сегодня нельзя обойтись без аппарата для вакуумной упаковки Я купил его за 40 фунтов 60 долларов Отличный кухонный прибор Языки лани, упакованные в вакуум вчера Они мягкие, пощупай Очень нежные Милли Я открыла, собака тут как тут Она чудесная Пока не ешь Кожа, покрывающая язык, слишком жесткая и неприятная Отрезаю очень жесткую кожу Мембрана жестче, чем у говяжьего языка Вспомни, что всю жизнь едят олени Это связано с их рационом питания? Да, да, безусловно Да, они едят колючие кусты Милли будет рада этим кускам Знаю, что будет Я вижу Сорл тоже Джипперс, лови Милли Типа, спасибо, папа Разрежу их на длинные куски Вот так Они прекрасно проварились Такие дела Замечательно пахнут Пара кусков местного хлеба Очень вкусного С хрустящей корочкой Сливочное масло Растительное масло не даст сливочному подгореть Оно карамелизируется Да, придаст приятный аромат и вспенится Кладем языки Мы их окрасим Они вареные, поэтому им много не нужно Немного цельнозерновой горчицы и меда Глазируют языки Все перемешиваем Мы будем добавлять яйца Вот так Ну же Отлично Положить два Пожалуйста Я положу смазанной горчицы язык лани на тост Это обычный майонез Гарнир для яиц Яйца с майонезом Очень вкусно И паприка Для остроты Сейчас попробуем Домашние яйца и убитые лани Убитые лани Яйца приготовлены по старинке Тогда еще не было холодильников И они очень вкусные С привкусом уксуса, специй для маринада, шафрана Старинный викторианский вкус Они будут храниться вечно? Вечно Всегда Хороший срок годности Да Попробуем Это языки годовалого и старого самцов Вкусные Запах не очень Они жирноватые, но очень вкусные Очень Если я приготовлю их в ресторане, люди на них не набросятся Возможно нет, но... Но? Но дома это сытный завтрак И мы накормили моих животных Очень вкусно Я доволен Вкусно? Спасибо, Майк Ты молодец, что добыл ланей Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!